Здравствуйте. Вот обычно война ведется вот в пространстве каком-то, да? В сухопутном, воздушном, подводном, морском, даже в космическом. Даже войны с инопланетянами прорабатываются. А вот есть еще войны времени, войны, которые ведутся во времени, в прошлом времени. Этим занимаются историки, да. Понимаете, в чем дело? Вот одни и те же факты истории можно по-разному излагать. В одном изложении это получится, в общем, вот такой вот ужасный персонаж, невозможно, гонитель всего светлого, да. А в другом изложении патриот и вот такой вообще-то вот очень светлый сам себе персонаж. Вот сегодня у нас такой персонаж, вот про войну вокруг него мы и расскажем, Кушников. Вот, он патриот России, адъютант генералисту Суворова был когда-то. Ну и числится гонителем декабристов, между прочим, да. Ну вот, о нем пришел к нам поговорить историк, кандидат исторических наук, декан факультета связи с общественностью, института экономики и культуры, еще и профессор военного университета, да. Газета Владимир Иванович. Вот, Владимир Иванович, кто же такой вот наш сегодняшний герой? Ну, я чуть-чуть начну именно с того, чего начали вы, с фальсификации. Так. Потому что то, что вы говорите, война в прошлом, это действительно война за нашу историю идет. И ведется она сегодня по всем законам, я бы сказал, информационной войны. И рассматривается как такое эффективное, нелетальное оружие нового поколения. И задача наших противников лежит в нашей храброй героической истории. Вообще, мы, наша страна, наш народ, насчитывают, исчисляют свою историю с далекого 882 года, когда создалось, создалось наше государство впервые. То есть наше государство более тысячи лет существует. За это время колоссальные сдвиги, события, яркие страницы, яркие люди, фигуры, все это было. Не случайно Пушкин в свое время говорил, что ни за что не променяю эту историю. Ни за что. Действительно, наш народ должен этим гордиться. И мне сейчас приходят на память слова президента Академии военных наук Махмуда Гореева, который прямо сказал, что действительно у нашего народа, вот если брать историю каких-то народов, сравнивать, сопоставлять, мы видим действительно яркая, самобытная, концентрированная, насыщенная история. И поэтому, естественно, что противники нашей страны своей главной задачей видят очернение ее. То есть то, чем мы гордимся, для чего это делается? А вот именно для того и делается, чтобы нам нечем было гордиться. Не надо гордиться своими родителями, не надо гордиться своими дедами, прадедами и так далее. Вот не надо ничего этого. И пусть наш народ как бы будет таким виноватым, извиняющимся все время. Вот извините, мы вот там как варвары, дикари куда-то нападали, куда-то ходили походами. Вот все мы делали не так. Вот это главная задача соответствует заказу. Заказ этот как бы принят, людьми выполняется. И мы говорим с вами о том, что вот так фальсифицируется история. Это вот во время войны, вот это была называлась психологическая война. Их, по-моему, называли разложенцы, они которые должны были разлагать противника. Да, да, да. Слухи, дезинформация. И при том здесь, ведь и слухи, и дезинформация, они всегда имеют какую-то конкретную цель. То есть для успешного проведения какой-то операции военной, наземной. А здесь мы видим что? Что в целом глобальная вот такая задача. То есть формирование психологии виноватого народа. Деморализация вероятного противника. Да, да, заранее, полномерно, зауществляемая. Ну так кто же все-таки наш персонаж-то сегодня? Персонаж наш, вот один из таких простых неизвестных людей. Да, неизвестных, не побоюсь этого слова. Я в свое время собрался писать о нем статью, и вдруг заметил, ни одной публикации нет об этом человеке. И когда я встал в материал, по крупицам где-то, какие-то упоминания, архивы, родственников пришлось находить, его отдаленных. Документы меня интересовали, которые у них не их личные воспоминания, наших современников с вами, потому что это не субъективная будет информация, а документы. И такие документы найдены благодаря, между прочим, женщине, потомку этого рода, Ау Михауна Беляева, живет за границей сейчас, к сожалению. Но документы архивные... В Америке или во Франции? Нет, близко очень, на Украине. В Украине, как сейчас говорят. А, за границей, да. В Украине. Ну, сейчас это, да, за границей. Да. Живет Днепропетровский, и документы, целый ряд архивных документов, выписок, заверенных архивов, вот у нее есть. Мне предлагают предисловие прийти к первой главе. Да, мы переходим к первой главе сразу. Кушниковы, Кушниковы, вот такой малоизвестный, нетитулованный совершенно дворянский род, то есть обычных, служивых людей, кто служил. Первое упоминание относится к Ивану Грозному. С числей опричников были два брата, Девятой и Мартын. Вот они оба были опричниками, рядовыми при том, служили, служили и так далее. Откуда идет фамилия? Одно из толкований, одна из трактовок такова. Кушня. Кушней в древности называли маленькую-маленькую избушку, навес, который временный обязательно был. Делали его на охоте. То есть это было сооружение, в котором размещался профессионал, один из лучших охотников, который участвовал в безудержных царских охотах, увеселениях 16 века. И его задача была в этой кушне, а называли его, естественно, кушником, потому что он в кушне в этой живет. И он находится там иногда неделю, иногда месяц, приезжает царь, а он там в засаде как бы сидит, и он на царя оттуда погонит зверей. И вот это во многом определяло успех этой охоты. Как оно пойдет дальше? Успешно, неуспешно. Поэтому царь, если охота удавалась, вполне, казалось бы, это простой человек, просто слуга царя, государственный человек. Этот государственный чек получал от царя, если удачно все шло, хорошо служил царю, он получал землю, получал какие-то звания и так далее. И что любопытно, угодий у царя было много, и кушников немало. Но многие стали, были возведены в дворянское достоинство. И получалось, что фамилия кушников дворянская фамилия, но не все они между собой родственники, потому что по профессии. То есть, ну, эта профессия и возводила их в это состояние. Ну, по-любому, я могу сказать, что все кушниковы произошли вот от этого слова кушник, кушник и так далее. Царь Ивана Васильевича был в праве холопьев своих жаловать, как он говорил. Вполне, что он и делал, да. Потом за верную службу, поэтому всегда были рядом, всегда несли какую-то такую, знаете, незаметную службу. И очень много можно о них говорить. Были и воеводами, и, естественно, целовальник там один из них был. Целовальник, это кто же такой? А это кто целовал? Это такой... Целовал крест? Да, 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 на службу, на службу, просто да, так называли их. Были верно, правда. Никогда особых высоких постов не занимали, титулов не получали. То есть, выполняли рядовую дворянскую военно-государственную работу. Рядовую военно-государственную. То есть, руководители среднего звена. Среднего звена. Да, поэтому звания, в которых уходили в отставку, были премьер-майор, подполковник. Вот так, это обычное... Не, ну не низкие звания. Это до 19 века. До 17-го это вполне, кстати, 18 века, да, это вполне, ну, вполне такие достойные звания. Да, да, вполне. Служили во многих местах. И в пистольерах, и в киросирах. Видите, то есть их... А пистольеры тоже такие? Из пистолета стреляют? Пистольеры, да. Это был новый вид, такой очень интересный. Такой, как кавалеристы. Они были вооружены пистолетами, они выскакивали вперед, разряжали во врага, соответственно, свое оружие. После чего, они же безоружные в этот момент делались. Они уходили назад, специальный маневр был у них, они выполняли. За ними шли другие пистольеры, новый залп, и вот такая карусель, круговерть как бы была. Конечно, вот это было пистольеры полка Ричарда Полмера, был такой полк специальный. Ну, интересно, они были. Жильцы были. Жильцы это охрана царя, но их называли жильцами. У них интересные были расшитые наряды, у Ивана Грозного даже, зеленые сапоги. Да, 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 примерно так. Охран незаметный, знающий свое дело. Кушниковы в жильцах были и везде были. То есть они участвовали вот как та самая материя, как клетки большого государственного организма. Разных родов Кушниковы. Вот один из представителей этого рода Кушников был Сергей Сергеевич Кушников. О, наконец мы до него дошли. Да, его можем посмотреть. Это в 18 веке он родился? Да, он родился в самом начале 60-х годов, 18 века. По-моему, в 65-м году. В 65-м, да. Родился посреди русской земли, но прозвучит своеобразно, в Казанской губернии, в Чебоксарском уезде. Видите, а почему? А потому что Кушниковы, как и многие рядовые дворяне, вот эта колонизация помещича после захвата Иваном Грозным среднего поможья, вот такое движение было туда. Многие туда пришли, многие, многие. И одним из них был вот его отец Сергей Александрович Кушников. Один из пионеров, как бы, американцев. Да, 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 да. Ну, не он уже, пионером был уже его. Не, ну, его предки. Это было, да, в 16-м, а здесь уже... Потомок пионеров. Да, потомок пионеров. И вот Сергей Сергеевич Кушников родился в такой семье. Семья была чрезвычайно, я бы сказал, ну, яркая такая. Почему? Потому что родной сестрой его отца, старшей сестрой, поэтому с уважением к ней вся семья относилась, была Екатерина Михауна Карамзина. Екатерина Михауна Карзина, мы вот посмотрим сейчас ее, может быть, увидим. Это, да, старшая сестра самого Карамзина была. Поэтому, видите, отношение к ней было чрезвычайно уважительное. А это его супруга, кстати говоря. Это, да, сейчас-то мы видим, да, конечно. Красавица супруга. Да, 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 это Екатерина Петровна Бекетова. Екатерина Петровна Бекетова, ну, что о ней сказать. Тоже не очень родовитая. Родовитая. Но не очень, наследница все-таки некого купца. Знаете, тогда так бывало, что разорившиеся дворяне женились на бога. Этот обучий был такой. И у нее, да, так получилось, что... Но, тем не менее, это дворянский род, к одной из ветвей которого принадлежит и наш великий поэт Александр Александрович Блок. У него же, да, мать. Вы помните это, да? Вот эта линия. Поэтому вот тут, что тут можно сказать? Вот это все-таки это так. И с ними связан, кстати, и в Крыму там события известные, потому что там была земля в Крыму, и профессорский уголок, который в советский год переименовали в рабочий уголок. Ну, это отдельная, как бы, история, связанная... Да, чуть я не слышал. Да, да, вот это рабочий уголок, это вот то, что осваивал вот эту линию Бекетова в том числе. То, что родственные связи все-таки сохранялись. После захвата Крыма, да? Уважались, да. Ну, одним из родственников был ее родной брат, его звали Платон Петрович Бекетов. Известнейший человек в Москве было общество, историческое общество любителей древности. Вот он был председатель его. Он же владел лучшей типографией в Москве, печатал очень многих, не буду просто называть, известнейших, всех известных поэтов того времени. Вот так он любил. И, говорят, иногда и декабристов. Дачу имел недалеко от нашей здесь студии, где мы с вами сейчас находимся. Там и жил, на берегу Москва-реки. И вот там, в Симоновской свободе, в Симоновской свободе. И вот там у него отдыхал и сам Карамзин Николай Михайлович. И по преданию именно там написал свою бедную Лизу. И там, естественно, бывал сам Сергей Сергеевич Кушников со своей женой, со своей семьей. То есть вся семья там собиралась. Там много интересных родственников было. Был известный родственник, поэт, коммергер, министр. Видите, три должности было. Иван Дмитриев такой. Вот о его родственниках. Сам-то он. У нас 9 минут ведь осталось-то. Да, 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 да. Сам Сергей Сергеевич Кушников. Ну, что сказать. Закончил Пажевский корпус сухопутный шляхецкий в Петербурге. Блистательно его закончил. Стал офицером. Сразу военная компания. Сразу к Суворову на юг, Измаил. Первые награды. Суворов потом будет в Москве адъютантом, флигель адъютантом. Потом будет и выше даже генеральц адъютантом. У Прозоровского, у самого Прозоровского. Что же такое Прозоровский? Потом это ведал московским гарнизоном, войсками, округом по-современному. Га, московским ведал. Потом к Суворову, к Александру Васильевичу Суворов сразу приметил храброго образованного офицера, который, во-первых, высокого роста, о нем писали красавец, свободно владел тремя языками, французский, немецкий, итальянский. Дальше. Он с ним был в итальянском походе? Да, да, да. Он был неотступно, потому что Суворов, о нем очень много. Если брать письма Суворова, огромное количество раз, где самые лестные отзывы. И Суворов часто пишет, если бы не Кушников, что бы делал? Вот Кушников моя отрада. Но по тем временам Кушников уже был 35 лет где-то, да? Он уже полковник. Уже зрелый человек. Сначала он к нему попал под полковником. Даже Суворов направит его в Петербург к Павлу доложить. Павел любил быть в курсе всех этих дел, император. И вот Кушников прибывает в Петербург, там он получит звание полковника, и будет докладывать и Павлу о тех событиях, каждый день будет жить во дворце, каждый день приглашаем, как напишут, приглашаем к обеду-ужину. Ну, Александр, будущий, Александр Первый, будущий император, подарит ему свою шинель, теплую, скажет, пригодится там в Альпах. И со словами, я бы тоже там был, но ему не позволяют обстоятельства. А одним словом, Кушников уже здесь. Ну, что можно сказать? Обласкан был. Обласкан, да. Суворов сам просит баварского курфюрста наградить его высшей наградой Золотым Львом. Там Аказия, получается, Конфуз, точнее, награждают. Награждают? Да, награждают. Но наградят другого героя. Почему? Потому что баварский курфюрст перепутает и даст этот орден Поливанову. Это герой Цурикского сражения. А Суворов сочтет нужным написать. Я просил награду для своего старшего адъютанта. Для старшего адъютанта Кушникова Сергея Сергеевича. Ну, курфюрст положение исправит. У Поливанова орден забирать не будет и даст орден тоже самое. А вот надо, кстати, сказать, что адъютант в те времена и адъютант в наше время, это две разных должности. Конечно. В ту пору адъютант должен был вот с приказом, сейчас можно там по радио, по телефону, а тогда вот этот адъютант искачи под пулями, под картечью. И договаривался, решал проблемы, снабжение. Да, решай на месте, представляй своего командира. Да, 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 решал, многие вопросы решал. И дальше, получается, тоже очень интересное обстоятельство. Он, вот там на его портрете мы видели с вами, у него на гражданской одежде, у него, в общем-то, орден Марии Терезии, австрийский орден Марии Терезии третьей степени. Всего несколько человек было награждено им. Награждал лично Суворов. Наградил Платова, Коновницына, Кушникова. И три человека первую степень имели. А в войне 19-го года-то принимал участие? Нет, уже поздно было. Уже был, да, уже по возрасту. А вот какое он отношение сумел вот к делу декабристов, к печальному это иметь? Он будет губернатором после войны, отставки и смерти Суворова. Да с Суворовым будет фактически до последнего. Потом будет специальным указом Павла Суворова лишат адъютантов и вот этих двух. Розана и подполковника и Кушникова уйдет в отставку. А Павел-то, кстати, на Суворова обиделся тем, что тот нарушил какое-то вот уставное требование, что Павел ввел, что не может быть дежурного генерала. Да, да, да. А Суворов по привычке термин употребил, при том не в Петербурге, а Павлу так донесли. Но в Альпах было не до того, чтобы. Сначала-то он обрадовался, Павел ввести. И обещал, что устроит такой прием, который Рим триумфатором своим устраивал. И ну вот так получилось. Ну вот такой у него по характеру был. Потом Кушников будет губернатором Москвы, потом будет губернатором Санкт-Петербурга, потом отправится председательствовать в диваны Молдавии, в Аллахии, в Яссах, потом вернется в Москву по приказу. В Москве будет служить, кстати, любопытная должность, он будет первенствующим членом комиссии по сооружению храма Христа Спасителя в Москве. И вот этот храм, кстати, его заслуга будет состоять в том, что он настоял вот на этом месте, где мы сейчас видим с вами этот храм. Первоначально Витберг, архитектор, который создавал проект, запланировал храм на Воробьевых горах. Но Кушников сумел настоять и храм, и, во-первых, другой архитектор, и другое место. А на том месте планировали, где сейчас университет, нет? Ну, немножко не там, пониже, туда, ближе к Москвореке. Дело в том, что там ведь были, там даже кирпичный завод был в свое время, поэтому там место-то было такое уже чисто загородное, оно никакое было. И поэтому вот здесь, это да, это заслуга Кушникова. И Кушников в этот период времени, видите, он себя проявляет всячески. Он был опекуном, заботился о Павловской больнице детской. И у него на гражданском мундире, кстати, пугвицы с изображением пеликана, который выклевывает свою печень для того, чтобы накормить своих птенцов. Да, есть такая легенда. Да, вот это, вот это, да. Ну, а в 25-м году, 1800, где он был? Призвали его служить на уголовный процесс по делу в 26-м уже году, по делу декабристов. Они же декабристы, по делу-то будет в 26-м. Вот он был, присутствовал, приехал и получил действительно востанского советника гражданских. Это значит, генерал по военному. Да, 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 да. И он здесь уже вот участвовал. Хотя задача его была какая? Он писал отчеты о процессе для императора, для Николая I. Писал вот эти отчеты письменные, делал он это умело, четко. Но, как отмечают очевидцы, вошел в четверку тех, кто голосовал против смертной казни. Вот это были он, граф Толстой, Эммануэль и Мордвин. Конечно, это его характеризует. Кстати, у нас меньше двух минут уже осталось. Но я хочу сказать, что яркая фигура, мы видим, участвовал и с ревизией по указанию императора в различных частях нашей страны, включая ревизовал Казань, где было долгое-долгое дело тогдашнего губернатора, которого обвиняли во взятках. Это не во времена ли, когда там Лобачевский университетом-то заветовал? В общем, практически тогда, да. Но университет как бы здесь. Да-да-да, у него же там в 25-м году у Лобачевского там было известное скандальное дело. Но это было чуть-чуть пораньше. В октябре. Да, это дело длилось несколько лет. И вот он вместе с Ксанти там был достаточно долго. И на основе его вот этих документов было принято... Вообще там тогда было увольно и отдали под суд более тысячи чиновников, более тысячи губернских чиновников, что, в общем, свидетельствуют о размахе коррупционных в этой губернии. Но университета это не коснулось? Ну, напрямую нет, конечно. Напрямую нет. Там ведь в университете тоже такую коррупционно-емкую должность занимал Лобачевский. Он был председателем строительного комитета. То есть он определял, кто будет чего. Да, но здесь речь касалась губернии и руководства. Но не попался. Ну и закончил жизнь в Петербурге, был сенатором, членом госсовета. Да, а тех, кого привлекли к ответственности, что по тем временам с ними делали? Кого-то под суд отдали, разжаловали. А потом чего? Отправили доживать жизнь в своем имени? Кого как. Кого-то посадили? Да, кого-то посадили. Что, прям в Сибирь? Да, да, да. У меня есть подробный материал. Прям на каторгу, да? Ну, полторы тысячи человек. Почти полторы тысячи. Это очень большой объем. Это суды, работали, бумаги. Но там эти чиновники в такое искушение, вот это вот, прям невозможно. Там местное дворянское собрание вошло вот с чиновниками в противоречие. И поэтому вот там вот еще трение вот такого типа были. Нельзя все так сильно чиновников наказывать. Ну, только хочу сказать, похоронен в Петербурге, в Александровской лавре, на Тихвинском кладбище, рядом с Жуковским, Вяземским, с Карамзиным, естественно, то есть своим дядей, с которым был весьма дружен, тоже одних лет был. И Вяземский надпись оставил там, и в этой надписи строки, и отчизны верный сын, и, ну, в общем, Россия может гордиться таким человеком. Спасибо вам. Вот, и спасибо вот таким человекам, которые служили России, верой и правдой. По-всякому служили. Ничего не поделаешь. Удачи вам, всех благ, до свидания.